Сохраните больницу для народа. Поручения президента не исполняются. С такими лозунгами в последний день новогодних каникул жители Струнина вышли на митинг. Всего собралось около сотни человек с плакатами. Как сообщают наши коллеги из Александровского районного издания, люди призывали сохранить местную больницу, выступая против реорганизации отделений. Жаловались, что в отремонтированных отделениях не оказывают медицинскую помощь. У больницы отсутствует свой пищеблок и бельевая, а власти якобы не слышат струнинцев и более того, не выполняют поручения президента страны. Чтобы обсудить ситуацию, на следующий день после митинга в Департаменте здравоохранения организовали встречу, на которую пришли областные чиновники, медики, члены врачебной палаты, представители Ассоциации защиты прав пациентов. Приехали и некоторые члены инициативной группы из Струнина. Однако публично делиться своими проблемами они отказались и даже не зашли в зал заседаний. Наша съемочная группа попыталась выяснить, почему. До свидания, девушка, снимайте, как хотите, мы не будем общаться. Извините, пожалуйста. В результате первый замгубернатора с приставкой в Рио Марина Чекунова и глава Департамента здравоохранения Алексей Мазалев начали отвечать на вопросы журналистов. Выяснилось, что новый главный медик области на митинге в Струнино был. И по его словам, упреки жителей в срыве президентских указов несправедливы. То поручение, которое президент поставил перед Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с администрацией Владимирской области обеспечить проведение капитального ремонта, реконструкции зданий больницы Струнинской и оснастить современным медицинским оборудованием, оно, безусловно, будет выполнено. Напомним, в июне 2018 года во время прямой линии с главой государства люди пожаловались Владимиру Путину, что их единственная старая больница разваливается под угрозой закрытия. Президент сразу переадресовал претензии жителей тогдашнему губернатору Светлане Орловой. Она отрапортовала, что ситуация с медициной в Струнино под контролем. Деньги на ремонт в бюджете области уже заложены. Летом начался ремонт и до конца года работы обещали завершить. Строительные работы контролировали как прежний, так и уже новый губернатор. В конце декабря Владимир Сипягин выезжал на место. Встретился с медиками, общественностью и оценил ход работ. В этом году отремонтировали и начали оснащать техникой детскую поликлинику и корпуса районной больницы. Однако сроки окончания работ по согласованию с Минздравом в итоге все же перенесли на новый 2019 год. В серьезном ремонте нуждаются еще два здания больничного городка, что первоначально не планировалось. А по закону на оформление всех документов потребовалось дополнительное время. Документы будут готовы к маю 2019 года и с мая по декабрь в соответствии с 44 ФЗ будет производиться ремонт и реконструкция этих зданий. Поэтому никаких задержек, связанных с задержкой строительства или неплохой организацией процесса, их не было. Что касается конкретных отделений Струнинской больницы, которая после реструктуризации вошла в состав Александровской ЦРБ, то все изменения, по словам чиновников и медицинских специалистов, продиктованы современными реалиями и оправданы. Мы когда в 2017 году планировали ремонт, мы прекрасно понимали, есть три отделения, которые закрывать в принципе нельзя было. Это терапия, абсолютно востребованная, районное неврологическое отделение, которое тоже нельзя закрывать, и глазное отделение. Они не закрыты. Они не закрыты. Мы сейчас в эти новые капуса, как раз хотим перевести и терапию, и неврологию, чтобы больные получали эту помощь. А вот работа отдельных психиатрического и дерматовенерологического отделений в Струнино не предусмотрена. Потому что, по словам властных властей, в свое время они простаивали, и острой необходимости у жителей города в них нет. Жалоб или обращений, связанных с отсутствием или неполном объеме оказания помощи по психиатрии или дерматовенерологии, их нет. Вот в чем ситуация. Нам предлагают, как я слышал на митинге, провести эксперимент. Доказать путем открытия этих отделений дерматовенерологического и психиатрического, что потребности в этой помощи нет. Оплачивать такие эксперименты за бюджетные деньги, по словам главы департамента, никто не будет. При этом психиатр и дерматовенеролог в Струнино ведут приемы жителей и при необходимости готовы направить их в медучреждения районного или областного центра. С доставкой пищи и стиркой белья, по словам Александровских медиков, в последнее время тоже вопросов не возникало. По информации общественников, которые входят в рабочую группу по ситуации в Струнино, власть с людьми взаимодействует. Всегда найдется пациент чем-то недовольный. Нужно объективно смотреть, существует ли проблема или нет. Вот потому что знаю я, все идет в рабочем порядке. К слову, по ситуации в Струнино перед президентом отчитывается глава Минздрава Вероника Скворцова. Областные власти регулярно предоставляют министерству всю информацию.